Магия и колдовство, гадания, гороскопы, привороты, информация о чакрах и наведения порчи. Эти темы не перестают привлекать людей, удовлетворяет интерес ко всему сверхъестественному каждый по-своему. Кто-то учится колдовским премудростям сам, а кто-то становится жертвой колдовского влияния. Мир духовен. И в духовном мире есть два полюса. Один из этих полюсов – это полюс Божий, на котором есть Божье благословение, Божья благодать, Божья милость, Божье исцеление и Божье восстановление. Но есть, к сожалению, и другой полюс. Это полюс демонический. И к великому несчастью среди нас в городе есть люди, которые наполнены демонами, бесами. И когда они кого-то проклинают, их слова способны изменить жизнь человека к худшему. Для кого-то не секрет, что существует различного рода проклятия, существует различного рода колдовство. Проповеди старшего епископа Украинской христианской церкви «Новое поколение» Андрея Тищенко оказывают сильное влияние на прихожан. Уже на протяжении 25 лет пастор служит Богу и молится за людей. Во время его проповедей верующие получают мудрость от Бога, исцеление от заболеваний, порой неизлечимых, а также становятся свободными от проклятия, порчи и колдовства. Я как пастор, сталкиваясь с проблемами в жизни людей, постоянно пытаюсь найти ответ. И для многих людей этот ответ уже найден. Как человека, который попал под проклятие, под колдовство, потерял семью, ее муж ушел, его жена оставила. Начались какие-то непонятные заболевания, которые требуют вмешательства только оккультистов или колдунов. Как этих людей вывести из этого состояния. И на протяжении многих лет такие люди появляются все чаще, чаще и чаще. И когда они обращаются к нам, мы молимся за них, для того, чтобы вывести их из-под проклятия, из-под колдовства. Вот сегодня у нас в студии один из таких примеров, когда жизнь молодой девушки после молитвы радикально изменилась. Я бы хотел, чтобы мы вместе послушали эту историю. Инна училась в восьмом классе, когда они с мамой поехали в село копать картошку. Когда уже практически весь урожай был собран, случайно девочка наткнулась на куриное яйцо. И то яйцо мама забрала и бросила в костер. Ну, я тогда ничего не понимала. Ну, в общем, выкопали картошку. На следующий день мы поехали домой. Если бы Инна знала, что произойдет с ней дальше, она бы ни за что не поехала в село помогать маме. Но уже ничего нельзя было исправить. Кожа на ее руках начала гнить. У меня начались на руках прыщики вскакивать. Мама заварила травы, я, в общем, скупалась в травах. На месте этих прыщиков начали гнойники. Дня через два, может, через три из этих гнойников гнойники полопались, начались язвы. Были раны глубокие, которые постоянно кровоточили. Гнойные раны распространились по всему телу. И девочка перестала ходить в школу и не посещала занятия почти полгода, потому что не могла писать. Инна стала закрываться от сверстников, которые находили удовольствие в том, чтобы дразнить ее. Что врачи говорили? Врачи не могли поставить диагноз. Говорили, клещ, может это, может то. Не помогали лекарства никакие. В общем, делали все, что кто-то говорил, народные методы, ничего не помогало. Потом пошли к бабке. Бабка сказала, что сделано на смерть, ищите кого-то посильнее. Никто и ничто не могло помочь школьнице избавиться от проблемы, которая так неожиданно обрушилась на ее судьбу. Случайно Инна услышала, что в церкви новое поколение молится за разрушение проклятий и пошла в церковь. У нас были потом знакомые, которые меня привели в церковь новое поколение, где я покаялась. Потом через время я узнала, что у вас есть прием по понедельникам. Я помню, пришла на этот прием. Да, у меня был прием по понедельникам. Я помню, пришла на этот прием, вы за меня молились и сказали, что нужно взять пост. Но я тогда не могла поститься. Вы тогда сказали, что надо взять пост, но сколько не можешь есть, а вы будете поститься. И я помню, что через какое-то время, очень мало, может недели, начало засыхать. В одном месте засыхает, в другом месте вскакивает прыщик. Начались какие-то действия. Потом все начало засыхать, вот прям на глазах. Все начало покрываться новой кожей. Все засохло. Ну и как сейчас? Покажи. Все нормально, слава Богу. Да, все хорошо. Все чисто. Ну, мы сегодня являемся здесь свидетелями примера, как в жизни человека действует колдовство. Колдовство, оно приносит в жизнь человека проблему, которую не может объяснить медицина. Если колдовство очень сильное, то человек не может решить проблему, это у других бабок, у экстрасенсов. И есть Бог, есть Господь Иисус Христос, который всегда был, есть и остается намного сильнее, чем все гадалки, колдуны, чем дьявол, чем бесы. Поэтому всякий раз, когда человек приходит в церковь, и мы молимся за этого человека, сила Святого Духа приходит и разрушает колдовство, отменяет колдовство. Бесы уходят, соответственно, человек исцеляется. История молодой женщины – лишь один из тысяч примеров того, как в церкви по молитве священника может быть разрушено сильнейшее проклятие. Алифтина гадала и предсказывала судьбу людям, но не знала, что однажды будет умирать, расплачивая собственной жизнью за полученный колдовской авторитет. Я в больницу не ходила, не проверяла, что это было, но я весила 45 килограмм и ночами не могла спать, потому что я целыми ночами кашляла и отхаркивала кровь, сгустки даже, скажем так. Потому что я курила постоянно, не ела ничего, кушать нечего было. У меня одно время такая жизнь была просто на разрушение. Такое впечатление, что дьявол просто хотел меня уничтожить. Неизвестно, была бы в живых Алифтина сегодня, если бы совершенно случайно она не попала в церковь новое поколение. Я вам скажу правду. Моя жизнь нормальная началась только с 2011 года, когда я приехала сюда. Можно сказать так, что мы выгнали из твоей жизни дьявола полностью? Полностью, полностью. Нет наркотиков, нет греха, нет зависимости, нет депрессии, нет плохих снов. Кстати, ты выплевывала кровь, ты говорила, как твое здоровье, как твое самочувствие? Ну, вообще хорошо, я сдавала, ну, исцеление произошло, это видно было и так, потому что, ну, у меня сейчас нет ничего таких симптомов. Слава Богу. И ходила, сдавала флюорографию, и все хорошо. Еще подростком, играя во дворе ножиком, Юрий услышал в свой адрес страшные слова колдуньи «ты будешь сидеть». И правда, на протяжении жизни четыре раза Юрий был близок к тюрьме и один раз отбывал срок в колонии. Это было действительно проклятие, потому что я много, казалось бы, на первый взгляд, много добрых дел делал, но все эти добрые дела обращались в проклятие, именно связанное с тюрьмой. Уже имея взрослых детей, Юрий снова столкнулся с ситуацией, когда мог сидеть в тюрьму, и снова дело касалось ножа. Но обратившись за помощью в церковь, благодаря молитве епископа Андрея Тищенко было разрушено проклятие, наложенное на мужчину еще в детстве. Один бандит там запугивал моих детей, и я уже взял нож и хотел его убить. И я как раз, и я пришел в церковь тогда, я помню, но ты не помнишь. И ты помолился за меня, и я тебе отдал этот нож, там, здоровый нож. А, большой нож, я помню этот нож, огромный нож такой. Огромный охотничий такой нож, я тебе его отдал, и я понял, что мне это уже не нужно, я получил полную свободу. Я сегодня хочу пригласить всех. В 17.00 в ДК Хэмс состоится особое специальное служение, где я лично буду молиться за каждого человека, который в своей жизни попал под влияние колдовства. Я свято верю, что в этот день на этом служении власть колдовства разрушится, и вы станете другим человеком. Вы получите радость, вы получите счастье. Я уверен, что болезни уйдут из вашей жизни, если они связаны с дьявольской силой. Редактор субтитров А.Семкин